И пойдём дальше. Я собрался создавать программу экзаменов для школьников и студентов. Понимаете? Вот. Она будет выглядеть так. Вы помните, слово «дождевание» женщина применила. А знаете почему? Нет, скажу. Вызывает железо у студента. Допустим, сдавать экзамен. Это может быть выпускной. Это может быть 11 класс. Лучше бы ещё раньше. Чем раньше дети научатся, тем лучше. Я должен говорить. 90% воды поступает к нам из скважин. Это холодная ледяная вода посреди жаркого лета. А вот так, нет. Значит, подавать её просто в воду и дальше должен студент перечистить. Аэричный способ. Потом способ заливания в эти самые лунки. Посмотрите. Вот я придумал. Я не придумал. Это дождевание. Это такой... Мне кажется, что до меня могли миллион всех сказать. Слово «дождевание». Похоже на дождь. Вот это я называю души раку. И знаете, как я написал? Как вам такой метод защиты без адухимикатов? Вот это должен студент сказать, что касается полива. Он должен сказать. Не глубже. Я не готов... Понимаете, мы всё это проходили. Мне стыдно взять сейчас схему дерева подземную, которая правда... А не вот это вот, когда рисуют эти придурки. Я уже по-другому назову. Берут вот форму кроны. Обычную вот такую вот. Переворачивают. И получаются корни. Знаете, такой приём? Можно с помощью зеркала, а потом это. Вот. А на самом-то корни другие. У них есть такой слой. И вот дальше поливать нельзя. Только вот этот слой. И то коротко, чаще. И вот это всё... Но чаще. И лучше даже не долить. Почему? Уничтожается вся подземная инфраструктура. Но мы это опять проходили. А эти, блядь, два-треть, максимум четыре обильных полива, потом пойдёт... Смотрите. Смотрите сюда. Я уже не могу уже. Как поливать? На восемь сантиметров. Это почти метр. Ты знаешь, что там под землей творится, а? И вот я опять перехожу. Что-то не на мат. А должно быть так всё... Укола или институт. Вот, значит, это и вот так, вот так. Вот. Если когда-то будет... Это очень важно для биологии. Очень важная новая дисциплина по железу. История садоводства. Начиная с первых книг. Вот те люди, которые писали, те люди, которые нас учили. Они не умнее нас. Они во многих отношениях глупее нас. Понимаете? Ну, так сложилось, что прошли годы, а им верят без... Что-то в своё, чтобы свой сад вырастить, свои деревья посмотреть. А вот это вот полил так, получилось так. Это отрезал так, получилось так. В голову не приходят. Они же... А самое страшное, что... Садоводцы... Самая элементарная дисциплина. Даже нет капитана садоводства. Что тут посадил корни вниз, крону вверх? Это и всё. Полил вот на цепочнометрах. А что-то под землей творится. Понятия не имею. Это я начал с червей внеся. А у нас сажается всё. Но мы это будем проходить. Вот так у нас сажаются черви. Страшное. Полив невероятнейший. Ой, полив. Дожди идут, идут, идут. И черви полезли спасаться. Они залазят на чердаки. В ужасе. Они залазят на эти самые... На сараи. Они залазят на всё, что угодно. А потом падают туда внутрь. И погибают. Видите? Два бассейна, а у обоих такая картина. Вот они, мёртвые. А им-то откуда знать-то? Это почему-то так сложилось, что... Ну никто, ну никогда. Мне приходится наглую писать. Новое садоводство железа. Чтобы вот этой дури не было. Поливайте 3-4 раза за сезон. 3-4 раза гробят червей. Ничего не видят. А я хожу, вот они, черви, на асфальте. На этих, на топтанных дорожках сверху. Жирите птицы, пожалуйста. Они спасались. Караул. Вы что делаете-то? Вас нельзя в сад подпускать. А ещё когда ещё с Ольгой ещё... Всю почву перекопать. Порезать червей этих несчастных. Вот. Видите, что делается? Ладно, идём дальше. Ой, долго ещё Ольгу буду вспоминать. Обильными поливами... Слава науке, слава науке. Уничтожаются черви. Аэрация, там же ходы эти. Вентиляция, канализация, водоснабжение. Всё уничтожается. Пусть у нас хоть потоп. Продолжение следует...